МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотни автомобилей, бронетехникой, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а в перспективе и дальнобойные ракеты Атакамс. США, по данным прессы, преодолевают старые опасения. Германия выделяет новый пакет помощи Украине, а Евросоюз все ближе к покупке вооружений для Киева за счет замороженных российских активов. О настроениях в Брюсселе и заявлениях на 20-й встрече союзников Украины в немецком Рамштейне. Из Германии в Большом Ньюстоке европейский корреспондент РТВА Андрей Ежов. Суд Москвы огласил приговор экс-замминистру просвещения Марине Раковой и бывшему ректору Шаненке Сергею Зуеву, а также другим фигурантам дела о многомиллионных хищениях. Все подробности в эфире Большого Ньюстока. В Гаэте банды продолжают чинить беспорядки. Как минимум 12 человек погибли во время нападения на один из районов столицы. Я приветствую зрителей РТВА. Вы смотрите Большой Ньюсток. Здесь мы рассказываем о главных событиях этого дня. В ближайший час с вами проведу я, Дмитрий Лобанов. Североатлантический альянс выступает за подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Ереван. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян опасается новой войны с Баку, если не будет решен вопрос с демаркацией границы. Как прошел визит и о чем еще говорили политики, знает корреспондент Артевяи в Армении Артур Хачатурян. Он с нами на прямой связи из Еревана. Артур, привет, тебе слово. Дмитрий, добрый вечер. Надо сказать, что Йенс Столтенберг посетил не только Армению, но и все страны региона. Сначала он побывал в Азербайджане, остался там два дня. Провел переговоры с высшим руководством этой страны. Говорил про разные темы. Разумеется, в первую очередь про Карабах. Отметил, что хотя НАТО прямо и не участвует в переговорах по Карабаху, однако надеется на скорейшее подписание мирного договора. Затем Столтенберг отправился в Грузию, в Табилисскую столицу. Там провел переговоры с властями Грузии. Только после этого приехал в армянскую столицу. У здания правительства его встречал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сначала состоялись закрытые переговоры Енса Столтенберга и Никола Пашиняна, после чего они выступили с совместным заявлением для прессы. Генсек НАТО отметил, что хотя Армения не является членом организации, однако это важный партнер НАТО в регионе Южного Кавказа. В армянской столице он еще раз заявил, что есть уникальная возможность подписать мирный договор и положить конец многолетнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. Он выразил, что этой возможностью воспользуется в армянской столице и в азербайджанской столице. При этом Енс Столтенберг сказал, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении. Заявление на фоне общего напряжения в регионе Южного Кавказа довольно видно и значимо для Армении. Я предлагаю послушать, кинстика НАТО. Сегодня мы обсудили роль стабильности на Южном Кавказе. Это важно для евроатлантической безопасности. У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многих лет конфликта. Вот почему я призываю обе страны прийти к соглашению, прокладывающему путь к нормализации отношений. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и ваши мирные устремления. И война в Украине является отрезвляющим напоминанием о том, что мы не можем принимать мир как должное. Что касается премьер-министра Армении, то он заявил, что Ереван заинтересован в углублении политического диалога и взаимоотношения с НАТО. Надо сказать, что в мероприятиях НАТО принимали участие в различные годы вооруженные силы Армении. Армения также является частью мирных миссий НАТО в Косово, миротворческих миссий в Косово и в Афганистане. И в целом Армения даже в определенные периоды принимала участие с ограниченным контингентом в учениях НАТО. И это касается не только администрации Никола Пашиняна, времени правления Никола Пашиняна, но и, к примеру, третий президент Армении, Серд Саркисян, старался углубить взаимоотношения НАТО и Армении. Никол Пашиняна сегодня также говорил о важности этого процесса. Он говорил, что НАТО может принимать более активное участие в процессах, которые происходят в регионе Южного Кавказа. Но он сделал очень важную ремарку касательно других стран региона, отметив, что сотрудничество Армении и НАТО ни в коем случае не направлено против третьих стран. Иран имеется в виду в первую очередь Иран. Давайте послушаем пример министра Армении. Армения продолжает быть верной политике регионализации. Наши особые отношения с Грузией и Ираном очень важны, и любое наше сотрудничество не может быть направлено против нашего региона. Разумеется, Никол Пашинян не случайно заговорил про Иран, потому что в Тегеране традиционно ревностно относятся к любым контактам Еревана с западными странами. И там заявляют о том, что все вопросы касательно региона должны быть решены с участием именно региональных игроков. Имеется в виду Турцию, Россию, Азербайджан, Грузию и Иран. Между тем, Иран это важная страна, которая до последнего времени воспринималась как определенный фактор недопущения очередной эскалации в регионе Южного Кавказа. А такая вероятность существует. В первую очередь это может произойти из-за так называемых анклавов. Азербайджан продолжает требовать у Армении вернуть села, которые считают своими и которые называют анклавами. Видимо, официально Ереван и Никол Пашинян уже приняли соответствующее решение отдать контроль над этими селами Азербайджану. Накануне премьер-министр Армении поехал в эти села, где сейчас, близ этих сел сейчас есть армянское население. Он провел встречи с сельчанами, сказал, по сути, он их готовил к тому, что Армения сдаст анклавы Азербайджану. А если нет, то, как выразился Никол Пашинян, может случиться новая война. Давайте послушаем. Наша задача – иметь границу, которая с международной точки зрения и де юра станет преградой. Мы построим дороги, обеспечим жителей приграничных сел всем необходимым. Там, где нужно, выплатим компенсации. Но я хочу описать и другой сценарий. Мы можем отсюда выйти и сказать «нет этого, этого, этого». А к концу недели начнется война. Начнется ли война или нет, пока неизвестно. Однако с уверенностью можно сказать, что если не решится вопрос анклавов, то в регионе Южного Кавказа может случиться очередная большая эскалация. Пока сколько. Артур, спасибо. Мой коллега Артур Хачатырян был с нами на прямой связи со студией RTVI. Франция готовит к отправке в Украину 2000 военных. Такими данными поделился директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, добавив, что если это произойдет, то они станут легитимной мишенью для российской армии. Ни в Париже, ни в Киеве это заявление не комментировали. Тем временем из-за постоянных авиаударов власти Сумской области Украины проводят принудительную эвакуацию жителей. В Минобороны страны отчитались, что только с начала года российские войска сбросили 3500 авиабомб. Москва же заявляет о захвате поселка Орловка к западу от Авдеевки. Очередной день боевых действий в материале RTVI из Киева. Ракета попала по распределяющей стороне. Очень, очень было громко, очень. Окна повылетали, это самое все. Считаю, во всем доме ни одного целого окна нету, все вылетело. Крышу тоже, шифера нету. Три человека погибли на востоке Херсонской области, трое ранены в Херсоне вследствие обстрелов. Артиллерийский снаряд прилетел в квартиру девятиэтажного панельного дома в центре города. В здании спасатели отключили подачу электричества и газа. За прошедшие сутки в регионе девять обстрелов. Полностью снесло балкон и в комнату сплошная дыра. Мама жива? Да. Да, она там находится, а с мужем разгребает в комнатах. Все завалено там. В зоне боевых действий линия обороны ВСУ смещается на запад от Авдеевки. Министерство обороны России заявило о захвате поселка Орловка, где украинские войска выстраивали новый укрепрайон. Официальный Киев потерю населенного пункта не подтверждает. Но украинские военные паблики считают, что россиянам удалось оттеснить войска из Орловки. Обозреватели объясняют успех противника массированным сбросом авиабомб. При помощи КАБа в российские выиска фактически снесли позиции ВСУ. Накануне Министерство обороны Украины опубликовало статистику сбросов. 3,5 тысячи с начала года. В среднем около 45 бомб в сутки. В Сумской области из-за авиаударов статус эвакуации населения сменились обязательной на принудительную. Населенные пункты в приграничной полосе в Сумской области просто стираются с лица земли с помощью вот этих корректируемых авиационных бомб. Причем применяются тяжелые бомбы ФАП-500, ФАП-1000. С необъявленным визитом в Киев прибыл в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В прошлом году он был сторонником выделения военной помощи Украине. Сейчас Грэм голосует против. Во время встречи с президентом Зеленским сенатор заявил, что республиканцы в Конгрессе поддерживают Киев, однако намерены выделять деньги в кредит, поскольку в приоритете внутренние проблемы. Политик не уверен, успеет ли американский парламент договориться о помощи Украине до осенних президентских выборов в США. Я проинформировал сенатора о ситуации на поле боя, об основных потребностях наших сил обороны. Совершенно очевидны потребности патриоты, атакамцы, Ф-16 и, конечно, артиллерия. Обсудили дальнейшее взаимодействие и поддержку Украины. Все наши действия должны быть дальновидными, дальнобойными, такими эффективными, которые позволят всем свободным нациям и дальше жить в свободе и безопасности. После встречи с президентом Зеленским сенатор Грэм призвал Украину как можно скорее принять новый закон об усилении мобилизации и снизить порог призыва. Сейчас это 27 лет. Американский сенатор считает, что воевать должны и украинцы моложе 25 лет. Утром Верховная Рада начала рассматривать правки к законопроекту о мобилизации. С начала года депутаты подали свыше 4000 замечаний. За сегодняшние сутки Рада намерена изучить сразу 1500. Почему так много? Потому что они повторяются по содержанию. Существенных 200. Но поскольку от разных народных депутатов, то количественно полторы тысячи обсуждения продолжаются. Привлекают ли всех, у кого есть экспертные знания? Нет. Процесс идет. Очень надеюсь, что его никто не будет саботировать. В результате мы должны выйти не на то, что нравится людям, а на то, что будет работать для тех, кто уже воюет. Германия и Бельгия объявили о выделении двух пакетов военной помощи Украине на 912 миллионов евро. Бундесвер отправит боеприпасы, 100 бронемашин и ракеты для систем ПВО. Британские СМИ накануне писали о том, что зенитные ракеты могут закончиться у Киева через две недели. Президент Зеленский эти оценки опровергал. Министерство обороны Бельгии также анонсировало поставки артиллерийских снарядов и 300 бронемашин. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Временно исполняющим обязанности главкома военно-морского флота России стал адмирал Александр Моисеев. Об этом стало известно на мероприятии, посвященном Дню подводника в Кронштадте. Именно под таким титулом военачальника представили российские информационные агентства. Первые сообщения о назначении Моисеева появились еще в начале марта. В частности, издание «Фонтанка» и «Известия» тогда писали, что главком ВМФ Николай Евменов отправлен в отставку. С чем это могло быть связано, не уточнялось. Однако журналисты отмечают, что новости появились на фоне атак военных кораблей Черноморского флота беспилотниками украинской армии. Белгородская область уже больше недели подвергается постоянным обстрелам. По данным местных властей, за неделю погибли 16 человек, еще 98 пострадали. На этом фоне губернатор Вячеслав Гладков сегодня объявил об эвакуации из региона 9 тысяч детей. Что сейчас происходит в Белгороде, об этом сюжет Арсения Молчанова. Сирены в Белгородской области включились в понедельник поздно вечером. В регионе продолжаются обстрелы. А вот момент прилета по машине в один из дворов Белгорода. Сколько же машин ухлама? А здесь первые кадры после удара по промышленному предприятию. Попала в завод, прямо в цех автосварки. Власти сообщают об обстрелах разумного. У 14-летнего подростка частичная ампутация руки, осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. У его мамы осколочные ранения шеи. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На сегодняшний день у нас на госпитализации находятся пятеро детей. Двое детей поступили сегодня. Это два подростка. В состоянии одного тяжелого находится в отделении реанимации. У подростка имеется повреждение левой конечности первой. Частичная ампутация кисти. Производена первичная хирургическая оба проглотка. На завтра планируется перевод в российскую детскую клиническую больницу. В поселке повреждены 10 квартир и 13 частных домов. Я услышала вначале сирену. Мне с детьми укрылись в безопасном месте у нас в доме. А потом уже услышали звуки, свист был, вот этот, ну я так полагаю, прилетающий ракет. И пошли вот эти громкие звуки. Испугались? Конечно. Повреждены школа и детский сад. Осколки упали на 19 машин. Посмотрели в окно, машина горит. Подбежали свою спасать. Но уже огонь перешел на нашу. Отвезли, насколько смогли. Откатили. Но уже все, она уже горит. Жень сместили. Белгородская администрация приняла решение вывезти из региона 9 тысяч детей. В Ставропольский край, Тамбов, Калугу, Псков и Пензу. Ребенок может оставаться в одном из городов как в течение 21 дня, так и до конца учебного года. Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков на заседании президиума Генсовета «Единой России». Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гороворонского района. Договаримся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край. Сейчас проговорим там отдельно, там система выстроена. В Никольском выбило окна в частном доме и квартире, а в производственном здании повредило кровлю. В Нижнем Альшанце поврежден дом и крыша гаража. В Беловском выбило окна в доме. Также, по данным властей, сбито 8 воздушных целей на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. Всего же за неделю в Белгородской области, как утверждают власти, в результате обстрелов ВСУ погибли 16 мирных жителей, еще 98 пострадали. Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, прокомментировал вылазки ДРГ на территорию России. По его словам, диверсанты собирались устроить, цитата, террористический рейд по городам Белгородской и Курской областей. Однако, продолжил он, понесли еще на подходе потери в виде бронетехники и артиллерии. Вот когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу, внимание достаточно уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этим никогда не простим. В ночь с 18 на 19 марта украинские беспилотники атаковали также Воронежскую область. По словам мэра Вадима Кстенина, в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания. О жертвах и раненых не сообщается. Арсений Молчанов, Антон Сухоруков, РТВАЙ. Российские власти начнут рассылать электронные повестки уже в эту весеннюю призывную кампанию. Об этом РТВАЙ рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, электронные повестки приходили уже во время осеннего призыва, однако основной останется бумажный документ. Отдельно депутат подчеркнул, что солдат срочной службы направлять в зону боевых действий в Украине не будут. Позже он уточнил, что рассылка электронных повесток будет проходить в тестовом режиме. Мы уверены, что повестки в тестовом режиме направляться, естественно, отдельным категориям граждан, призывникам как через госуслуги, так и через сайт, если я не ошибаюсь, mos.ru. Они, естественно, будут. Каким образом будет подтверждаться именно поступление данной повестки, нам пока сказать тяжело. Мы знаем о том, что у нас якобы законодатель пояснил о том, что если в течение определенного количества времени, даже если повестка поступила, гражданин не пришел по ней, то он может быть подвергнут административной ответственности. Поживем, как говорится, посмотрим. Мы понимаем то, что законодатель, он постигает вот эти вот все моменты, привлечения к административной ответственности и тому подобное, пока не поступит первая определенная жалоба в суд. То есть пока данное решение не будет обжаловано. В связи с высшей изложенным какой-то устойчивой нормативно-правовой базы по данному поводу, ее нет. Она отсутствует. Все будет постигаться с 1 апреля. Все юристы готовятся. Поправки в закон о передаче электронных повесток приняли весной прошлого года. О начале рассылки электронных повесток неделю назад сообщала коалиция правозащитников «Призыв к совести». Весенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует, как уже было сказано выше, с 1 апреля. Начиная с этого года также увеличивается максимальный возраст призыва – 30 лет вместо 27. Почти вся прибыль от замороженных российских активов на Западе будет потрачена на покупку оружия для Украины. Такой сценарий Брюссель предлагает правительством европейских стран. В деталях план представят уже в четверг. А сегодня участники коалиции помощи Киеву объявили о новых военных поставках. Что получит вооруженные силы Украины, расскажет европейский корреспондент РТВА Андрей Ежов. Встреча союзников Киева на авиабазе в Рамштайне стала уже 20-й с начала полномасштабных боев в Украине. Как и прежде, свыше 50 партнеров воюющей страны заявляют о ее всемирной поддержке. Ключевой донор военной помощи в Европе Германия объявила о новом транше вооруженным силам Украины. Номенклатура включает 200 единиц бронетехники и автомобилей, а также 10 тысяч артиллерийских снарядов. Вдобавок к тем, что Киев начнет получать от Чихи, закупающей боеприпасы в третьих странах. Стоимость нашего пакета составляет полмиллиона евро. На этот год мы уже выделили в общей сложности более 7 миллиардов евро. Таким образом, вы видите, что помощь и поддержка со стороны Германии остаются неизменными и по-прежнему являются самыми крупными в Европе. Берлин вместе с соседней Польшей создают коалицию стран-поставщиков танков и бронетехники. Главы оборонных ведомств подпишут соглашение об этом в Варшаве уже через неделю. О готовности присоединиться к инициативе уже заявили Италия, Британия и Швеция. Не дать Украине проиграть на поле боя – ключевая задача и для Пентагона, несмотря на трудности с утверждением пакета военной помощи. При этом, по данным Wall Street Journal, Киев уже в этом году может получить от Вашингтона ракеты большой дальности «Атакамс». Украина потопила, разбила или повредила около 20 средних и крупных кораблей ВМФ России. А еще она продолжает сбивать российские военные самолеты. Сейчас украинские военные сталкиваются с суровыми условиями и тяжелыми боями. Затраты Кремля на военные действия в Украине Америка устами генерала Остина оценивает в 211 миллиардов долларов. К 26-му году, по прогнозам, эта сумма превысит триллион. Сюда входят и траты непосредственно на армию, и потери из-за несостоявшегося экономического роста. Все предсказуемей становится и судьба российских активов, заблокированных на Западе. На фоне неопределенности в Конгрессе американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, встретившись с президентом Зеленским, заявил, что выходом может стать использование облигаций и денег Центробанка. Я узнал, что 380 миллиардов долларов российских государственных активов заморожены, 200 миллиардов находятся в Бельгии, и нам нужно получить эти деньги, чтобы помочь Украине и себе. Я сказал президенту, что готов помочь Украине, но мы должны сделать это в виде кредита. Это будет новый способ введения дел. Я думаю, что он получит больше общественной поддержки в США. Сценарий применения российских активов одобряет и Брюссель. Глава евродипломатии предложит направить 90% инвест-доходов в Европейский фонд мира для закупки оружия и передачи его в СУ. План частичного использования российских денег или прибыли от их инвестирования Еврокомиссия, как ожидается, представит уже в четверг. В Брюсселе стартует очередной саммит Евросоюза, на котором одной из тем станет переформатирование экономик для помощи Киеву и противостоянию Кремлю. Андрей Ижов и Антон Цыпин, РТВА из Германии. Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с 500 сотрудниками, связанными с Россией. Об этом РИА Новости рассказал представитель ЦРН Арно Марасалье. По его словам, договор о сотрудничестве прекратит свое действие с 30 ноября, добавив, что организация больше не получает российское финансирование. Вот как ситуацию РТВА прокомментировал ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта и цифровых наук Высшей школы экономики Федор Ратников. Известно это было еще с прошлого года. И сейчас ЦРН просто подтвердил свои намерения. То есть в прошлом году, когда эти решения принимались, там были разговоры, может быть ситуация как-то устаканится. Нет, нет, ситуация не устаканилась. Поэтому, соответственно, мы идем туда, куда идем. Конечно, это очень большая потеря для нас, потому что ЦРН является лидирующей мировой научной лабораторией по изучению физики высоких энергий. То есть мы просто лишаемся этой площадки. В конце 2023-го директор Новосибирского института ядерной физики РАН Павел Логачев рассказал, что ученые уже начали передавать дела коллегам из других стран. Этот процесс должен завершиться как раз к ноябрю. В пресс-службе института рассказали РТВА, что дальнейшее сотрудничество с ЦРН не обсуждается. Решение организации там назвали политическим. После начала полномасштабных боевых действий в Украине ЦРН осудил действия России, а также лишил страну статуса наблюдателя. Через 10 дней банки Армении перестанут обслуживать российскую платежную систему «Мир». Такое решение принял Центральный банк республики из-за угрозы попасть под американские санкции. Однако представляет этот процесс регулятор как решение частных банков, чтобы не обижать российскую сторону, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники. Оператор системы «Мир» уже получил официальное уведомление от платежной системы Армении «Арка». С 30 марта работу с российскими картами продолжит только армянская дочка банка ВТБ. Однако там предупредили, что пользователям станут недоступны безналичные оплаты в терминалах и снятие наличных в сторонних банкоматах. Российская национальная система платежных карт в феврале этого года попала под блокирующие санкции США. О прекращении работы с картами «Мир» ранее сообщал казахстанский Берике Банк, бывшая дочка Сбера. В Москве умер спортивный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Информацию о смерти известного журналиста подтвердили в любительской футбольной команде «Эгреси», владельцем которой он являлся. Официальная причина смерти пока не сообщается. Коллеги Уткина пишут, что у него были проблемы с сердцем. По сведениям канала «База», журналист умер сегодня днем в кардиологическом отделении Первой Градской больницы имени Пирогова, куда его доставили машиной скорой помощи. Врачи диагностировали острую сосудистую недостаточность. С середины 90-х годов Василий Уткин был одним из самых известных, авторитетных и любимых болельщиками комментаторов. Он был одним из первых сотрудников НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2018 году после ухода с телевидения возобновил ее на авторском канале в Ютьюбе. Последний пост в своем телеграм-канале журналист написал в воскресенье о полукруглой дате. 35 лет назад, 17 марта 1989 года, Василий Уткин получил работу в легендарной для российского телевидения программе «Взгляд». Геннин Нетаньягу выступил сегодня в Кнессите. По словам премьер-министра Израиля, отношения с Вашингтоном улучшились, но далеки до идеальных. В ближайшее время Иерусалим должен получить список конкретных требований администрации Байдена о том, как необходимо исправить гуманитарную ситуацию в секторе газа накануне операции в Рафахе. Кроме того, сегодня госсекретарь США начал очередное ближневосточное турне. Как считают эксперты, шестая поездка Блинкина в регион будет не менее трудной, чем предыдущая. Все подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Борис, привет! Американцы согласились принять специальную группу из Иерусалима и обсудить варианты наземной операции в Рафахе. Переговоры начались в Катаре. Это кто изменил свою позицию, Вашингтон или Иерусалим? Дима, привет! Очень хороший вопрос. По крайней мере, сегодня было понятно, что и в Иерусалиме заинтересованы в том, чтобы отношения улучшились. Сегодня главное заявление по этой теме сделал премьер-министр Бенемин Миттаньягу. Открывая работу комиссии КНЕСТа по международным делам и обороне, примерно 30% его заявления касалось именно отношений с Соединенными Штатами. Более того, вот эту новость о том, что американцы должны прислать список своих требований, которые в Израиле готовы изучить, Ниттаньягу особо подчеркнул и сделал на этой новости особый акцент. Вот как звучат формулировки израильского премьера. Из-за уважения к президенту мы договорились, что они представят нам свои идеи, особенно по гуманитарному вопросу. Мы, безусловно, разделяем желание обеспечить организованную эвакуацию населения и оказать ему помощь. Мы занимаемся этим с начала войны. Однако в нашем разговоре я ясно дал понять президенту Байдену, что мы полны решимости завершить ликвидацию батальонов Хамас. И нет другого пути это сделать, кроме как с помощью наземной операции. Ниттаньягу, кроме всего прочего, еще сказал, что на самом деле проблемы касаются не того, проводить или не проводить операцию в Рафихе на юге сектора Анклава, который до сих пор находится под контролем Хамаса, а о том, как это сделать. И вот по этому поводу в Вашингтон отправится специальная израильская группа чиновников, связанных напрямую с военно-политическим кабинетом, которые будут американцам объяснять, что же придумал Израиль, каким образом минимизировать ущерб, который, вероятнее всего, будет нанесен гражданскому населению. Ну и плюс параллельно идущие переговоры. Сегодня глава МОСАДА Давид Барнея вернулся в Израиль из Катара для того, чтобы встретиться с членами узкого кабинета. Он привез те пункты или, скорее, те предложения, которые были переданы со стороны Хамаса. И теперь вот прям сегодня в Иерусалиме решался вопрос о том, что с этим совсем делать. Но поскольку нет ответа на то, что же решили в Иерусалиме, скорее эксперты рассматривают все это как некий позитивный момент, потому что так выглядит формула переговоров, а значит, если Давид Барнея вернулся в Израиль, значит, переговоры действительно начались, они идут, и предложения от Хамаса, которые в Израиле, ну, как минимум, готовы обсуждать, уже получены. Дима? Борис, сегодня еще было объявлено о начале нового турне госсекретаря США, при этом Блинкин в Израиль не приедет. Есть объяснение, почему? Прямого объяснения нет, хотя этот момент довольно многих удивил в Израиле. Блинкин собирается посетить две страны, Каир и, то есть, Египет и Саудовскую Аравию, и там обсуждать все текущие проблемы. Вероятнее всего, отсутствие Блинкина в этом турне в Израиле, и Израиля как пункта в этом турне, связано в первую очередь с тем, что в Вашингтоне почти уверены, что договорились с Иерусалимом, что если операция в Рафейхе пройдет, то она будет максимально мягкой. С другой стороны, ну, президент и премьер-министр все-таки поговорили между собой. Однако в Вашингтоне говорят о том, что нынешнее турне вот в таком сокращенном виде будет очень важным. Блинкин сегодня довольно четко описал цели, которые стоят перед ним на переговорах в Египте и в Саудовской Аравии. Вот что он сказал, находясь в Филиппинах. Цель поездки в Египет и Саудовскую Аравию многогранна. Конечно, добиться соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Как вы знаете, мы интенсивно работаем над этим каждый божий день, и мы делаем все, чтобы продвинуться вперед в этом отношении. Мы указали Израилю на необходимость иметь план для Газы на момент окончания конфликта, что, как мы надеемся, скоро произойдет. План, основанный на безопасности Израиля и гарантии того, что 7 октября никогда не повторится. Как мы говорили с самого первого дня, Израиль имеет право на самооборону, но ее реализация должна учитывать защиту гражданского населения, тех, кто отчаянно нуждается в гуманитарной помощи. Еще одним жестом доброй воли со стороны Израиля стала поставка гуманитарной помощи в сектор газа из Израиля на грузовиках. Причем достаточно много. Это тоже подтверждение того, что, скорее всего, о чем-то договорились с американцами. Более того, напомню, вчера премьер-министр сказал, что гуманитарная помощь — это то, в чем Израиль заинтересован в том числе. И это в том числе оружие против Хамаса, которое максимально препятствует поставкам гуманитарной помощи в сектор газа по израильской версии. Ну и еще на что обратили внимание эксперты в заявлении Блинкина — это соотношение, что называется, сторон. Впервые Блинкин меньше говорил о гуманитарном аспекте войны, которую ведет Израиль, говорил о необходимости безопасности Израиля и того, что Израиль может защищаться. Ну и таким образом даже не упомянул новую тему, которую активно разрабатывает Организация Объединенных Наций, голода в Газе. Улучшились отношения или нет, станет понятно в ближайшие несколько дней, но, похоже, сдвиг какой-то произошел. Переговоры идут, израильская группа отправляется в Вашингтон, так что, можно сказать, пик конфликта, скорее всего, уже прошел. Дима? Борис, спасибо. Ближневосточный корреспондент Артивяя Борис Штерн был с нами на прямой связи. Суд в Москве признал виновной бывшего замминистра просвещения Марину Ракову в хищении свыше 50 миллионов рублей. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима. Остальным фигурантам дела, включая экс-ректору Шаненке Сергея Зуева, дали условные сроки и штрафы. За финалом громкого процесса следил мой коллега Юрий Кукин. Оглашение приговора по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и экс-ректора Шаненки Сергея Зуева переносилось несколько раз. Оно должно было состояться еще в начале марта, но тогда изменился гособвинитель и даже возобновилось расследование. Впрочем, всего на несколько часов. Однако никаких результатов это не дало. Прокуратура потребовала для Раковой 8 лет колонии общего режима, а Зуеву потребовала назначить наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Само расследование началось еще три года назад. Ракову, которая на тот момент занимала пост вице-президента Сбербанка, задержали осенью 2021 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о сумме более чем 50 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги Ракова украла из фонда развития новых форм образования, который сама же и возглавляла еще до прихода на работу в Минпросвещение. Впоследствии ведомство использовало фонд для распределения средств на выполнение президентского национального проекта образования. К растратам из фонда следствие отнесло фиктивное трудоустройство сотрудников, а также фиктивные госконтракты с Московской высшей школой социальных и экономических наук, известной как Шаненко и Ранхикс. Помимо Раковой по делу проходили еще шесть фигурантов. Это бывшие сотрудники самого фонда Ранхикс и Шаненки, включая экс-ректора вуза Сергея Зуева. Все они получили условные сроки. Раковой же суд назначил пять лет колонии общего режима, но дал возможность подать апелляцию, после которой и станет ясно, отправится ли чиновница в колонию или нет. От комментариев после оглашения приговора Марина Ракова отказалась. Я два с половиной года не давала никаких комментариев, ничего не меняется. Изначально фигуранты дела свою вину отрицали, но несмотря на экономический характер преступления, всех их еще осенью 2021 года отправили в СИЗО. Даже Сергея Зуева, который на протяжении всего процесса жаловался на плохое состояние здоровья, из-за чего оставить его хотя бы под домашним арестом просили не только ученые и правозащитники, но даже депутаты. Это просто, конечно, позорно. И когда человека такого возраста и такого уважаемого вытаскивают из постели больного, тащат в суд, это какой-то действительно явный дисбаланс в современной системе не только силовых органов, но и образования. Еще незадолго до ареста Зуев перенес несколько операций, в том числе на сердце. Даже сегодня на оглашении приговора, по словам его адвокатов, Зуев плохо себя чувствовал, поэтому условный срок для него сродни оправданию. Защита Зуева удовлетворена приговором в той части, в какой суд согласился с главной просьбой защиты оставить Сергея Эдуардовича на свободе. В этой части мы приговором удовлетворены, мы благодарны суду за такое решение, полагаем его правильным. После почти десяти месяцев в изоляторе, все фигуранты, как писали СМИ, пошли на сотрудничество со следствием. Да, в ходе процесса Сергей Эдуардовича Зуев частично признавал свою вину. И он признавал свою вину в том, что некоторые фактические обстоятельства, которые описывались обвинением, действительно имели место быть. В части событий, связанных с трудоустройством 12 сотрудников Ранхикс. Это были сотрудники, которые фактически работали в Министерстве просвещения, но формально были устроены в ООН Ранхикс. Сергей Эдуардович имел очень опосредованное отношение к принятию решений об их трудоустройстве, но, тем не менее, их не препятствовал. Впрочем, подобные мертвые души есть в каждом ведомстве. Не под камерой, рассказал РТВА один из фигурантов дела. Тем не менее, уже к лету 2022 года участники процесса возместили в пользу государства причиненный ущерб на общую сумму свыше 65 миллионов рублей. Только после этого сначала Сергея Зуева, а потом и остальных участников выпустили из СИЗО, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий. Примечательно, что еще одним фигурантом по этому делу проходил бывший ректор Ранхикс Владимир Мау. В 2022 году его также обвиняли в фиктивном трудоустройстве и даже на некоторое время помещали под домашний арест. Однако вскоре уголовное преследование в отношении него прекратили, после чего Мау ушел с поста в Ранхикс и уехал в Израиль. Родственники горняков, оказавшихся под завалами в Амурской области, начинают прибывать на золотой рудник «Пионер». С ними работают психологи, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Масштабный обвал на золоторудной шахте произошел накануне вечером под завалами. На глубине 120 метров по-прежнему находится 13 человек. Связи с ними нет. Представители МЧС сообщают, что вентиляция воздуха на руднике работает, поисково-спасательная операция продолжается. По последним данным, оперативным службам уже удалось извлечь из шахты 3000 кубометров грунта. Всего же объем завалов составляет 9000 кубометров. Работы по расчистке осложняются поступлением воды, которую необходимо откачивать. Для этого из Кузбасса в Амурскую область везут специальные насосы, сообщают власти. Всего под завалами работают более 100 спасателей. В этой ситуации необходимо обращать внимание на безопасность тех, кто проводит спасательные работы, потому что ситуация непростая. Я сегодня переговорю еще и с собственником, потому что хотелось бы видеть его участие в этом. Это несет прямую ответственность за то, что сейчас происходит. Но главная задача сейчас – спасти людей. А потом будет обязательно вся ситуация изучена. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. К расследованию также приступил Ростехнадзор. По данным ведомства, нарушение безопасности на руднике выявили еще в 2023 году. Пионер, отмечу, принадлежит одной из крупнейших золотодобывающих компаний региона «Покровский рудник». США выполнят свои железные обязательства в соответствии с договором о взаимной обороне с Филиппинами. Об этом госсекретарь Энтони Блинкин сегодня заявил в Маниле, где он находится с официальным визитом. Глава Госдепа прибыл на Филиппины на фоне эскалации в Южно-Китайском море. Какие еще заявления прозвучали, расскажет мой коллега Николай Литовкин. Инвестиции в 1 миллиард долларов и углубление военного сотрудничества. Такие вопросы стоят на повестке дня визита госсекретаря США Энтони Блинкина на Филиппины. Тем не менее, визит госсекретаря США спровоцировал протесты на улицах Манилы. Люди рвали и втаптывали в асфальт американский флаг, а баннеры в руках протестующих гласили «Блинкин – военный преступник, остановите военную интервенцию США и киноцид, выгоните американские войска из страны». Мы боимся, что визит госсекретаря США приведет к развертыванию еще большего количества военных баз США на наших островах. Мы не рады визиту Блинкина в страну, потому что на повестке дня стоит не мир и стабильность, а эскалация конфликта и дестабилизация ситуации в регионе. Союзники усиливают экономическое сотрудничество на фоне очередного конфликта в Южно-Китайском море, где в начале марта торговые суда Манилы и Пекина столкнулись в водах в районе второй отмели Томаса, известной в Китае как отмель Ринай. Мы поддерживаем Филиппины и придерживаемся всех своих обязательств, в том числе в соответствии с договором о взаимной обороне, в том числе статьи четвертой этого договора, которая подразумевает помощь Филиппинам в случае нападения на ее вооруженные силы, государственные суда и самолеты в любой точке Южно-Китайского моря. Манила заявила, что китайские корабли совершили опасные маневры в море и обстреляли филиппинские суда из водометов. В результате этого было повреждено как минимум одно филиппинское судно. Действия Китая спровоцировали ряд заявлений со стороны союзников в поддержку Филиппин. Мы выступаем против любых провокаций, которые подрывают мир, безопасность, свободную торговлю и основы международного права. Китай, в свою очередь, обвинил Филиппина во вторжении ее судов в территориальные воды страны. Манила в очередной раз нарушила обещания, данные Пекину, и спровоцировала конфликт урифа Ринай. Филиппинские суда вошли в территориальные воды Китая, нарушив тем самым морское право. Пекин в очередной раз призывает Манилу воздержаться от провокаций и воздержаться от любых действий, которые могут осложнить судоходство в регионе. США заявили о своей решительной поддержке Филиппин и направили в регион своих представителей. Госсекретарь Блинкин провел переговоры с президентом страны Маркосом-младшим, где подтвердил, что поддержка Вашингтона-Манилы является твердой, как скала. Отношения с Филиппинами это то, чему мы придаем очень и очень важное значение во внешней политике. В дальнейшем у нас предстоит встреча в Вашингтоне с президентом Байденом. Также нам всем предстоят трехсторонние переговоры о расширении сотрудничества с премьер-министром Японии Фумио Кисида. И я считаю, что этот новый горизонт нашего сотрудничества является очень и очень перспективным. Реакция Пекина на слова о непоколебимой поддержке Вашингтона претензий Манилы на торговлю в Южно-Китайском море не заставила себя долго ждать. США не являются одной из сторон в этом вопросе. У Вашингтона нет права встревать в спор между Пекином и Манилой. Военное сотрудничество США и Филиппин не должно подрывать суверенитет Китая и его права в Южно-Китайском море или поощрять незнакомые притязания Филиппин в этом регионе. На усиление военного сотрудничества с Вашингтоном и его союзниками Манила пошла из-за противостояния с Пекином. Одной из причин конфликта являются претензии сторон на судоходную и рыболовную деятельность в Южно-Китайском море. Ежегодный оборот торговли в котором оценивается в 3 триллиона долларов. Так, для противостояния Пекину в феврале 2023 года Манила открыла доступ вооруженным силам США к четырем военным объектам на территории страны. В настоящее время Пентагон уже дислоцирует свои войска на пяти базах Филиппин. А на новых объектах рассместит корпус морской пехоты, группировку ударных кораблей и самолеты-перехватчики. Николай Литовкин, Антон Цыпин, РТВА. В Южной Корее группа бастующих врачей направила жалобу на министра здравоохранения страны в управление по расследованию коррупции. Доктора обвиняют чиновника в злоупотреблении властью. Ранее он приказал протестующим интернам и ординаторам немедленно вернуться на работу. И, кроме того, запретил больницам принимать заявление на увольнение от младшего персонала. Подавшие иск утверждают, что решение Минздрава нарушает права работников на отдых и отставку. В ответ власти ссылаются на закон о медицинском обслуживании, который допускает подобные распоряжения в случае потенциальной угрозы здоровью населения. Вместе с тем, агентство Рюнхаб сообщает о планах правительства уже завтра окончательно утвердить закон об увеличении квотных мест в мединститутах на 2000 человек. Правительство не примет простого решения, лишь бы избежать этой проблемы. Вместо этого оно примет трудное решение, чтобы защитить жизни и здоровье людей. Это плохой обычай, когда врачи-стажеры выходят против правительства, а их профессора присоединяются к ним, чтобы помешать властям наказать младших медработников. Необходимо положить конец протестам. На прошлой неделе к забастовке интернов и ординаторов присоединились еще и профессора сразу нескольких крупных вузов Кореи, бастующих уже больше 13 тысяч. Они считают, что увеличение числа студентов, медиков приведет к снижению качества образования и борьбе за пациентов. В свою очередь, правительство объясняет необходимость законопроекта нехваткой докторов в регионах на фоне роста количества пенсионеров в стране. Из-за саботажа медперсонала сейчас в государственных клиниках не хватает рук. Больше половины плановых процедур уже отменили. Большинство операций для пациентов, у которых недавно диагностировали рак, сейчас отменяются. Также есть больные, у которых отменяется химиотерапия и лучевая терапия. Один человек умер через день после перехода в хоспис. Подавляющее большинство корейцев действия врачей осуждают, а всем бастующим сейчас грозят тюремные сроки до трех лет и денежные штрафы в размере 22 тысяч долларов. Как минимум 12 человек погибли в результате нападения гаитянских банд на богатые районы столичного порта Пренса. Вооруженные люди ограбили жилые дома, банк и автомобильную заправку. Агентство ЭФИ пишет, что по неподтвержденным данным полицейским удалось убить несколько гангстеров. О непростом начале недели в Гаите Александр Павлов. Нападение банд на фешенебельные районы гаитянской столицы потрясло ее жителей. Вооруженные гангстеры начали врываться в дома людей незадолго до восхода солнца. Жители районов Лабуль, Тамасин и Петионвиль даже пытались вызвать полицию, хотя порядка давно уже нет не то, что в столице, а во всей стране. Бандиты ограбили не только дома, но также банк и автозаправочную станцию. Это слишком жестоко. Народ Гаите, очнись! Шевелите ногами! Наши братья гибнут! Я больше не могу говорить. Жертвами нападения стали как минимум 12 человек. Это только подсчет журналистов Associated Press. Волна насилия все это время обходила районы стороной, поэтому этот налет застал жителей врасплох. Тем временем, как пишет агентство ЭФИ, по неподтвержденным данным, полиции все же удалось ликвидировать несколько бандитов. Сегодня утром мы проснулись и увидели трупы. Петионвиль не такое место, где убивают людей. И мы здесь для того, чтобы убрать тела до того, как дети пойдут в школу и начнут приезжать торговцы. В начале недели нападению подверглась также энергетическая кампания, из-за чего часть районов Порта Пренса остались без света. Бандиты украли у энергетиков документы, кабели, батарейки и другое техническое оборудование. И это все происходит, несмотря на действующее 7 марта чрезвычайное положение в столичном департаменте. Введен даже комендантский час. Но все это для банд лишь формальность. Прошлой ночью члены банды ворвались в наш дом с тяжелым огнестрельным оружием. Они разграбили наш дом. Когда мы попытались собрать остатки вещей, они вернулись и напали на нас. И снова забрали наши вещи. От хаоса и беззакония гаитяне бегут в соседнюю Доминиканскую республику. Тысячи людей скапливаются в приграничном городе в надежде найти убежище у соседей. Обычно на визу гаитяне не подают. Вместо этого беженцы либо подкупают пограничников, либо находят лазейки для пересечения границы. И в Санто-Доминго такому потоку не рады. Доминиканские власти депортируют сотни гаитян на родину. При этом некоторые граждане Гаити приезжают ради торговли. В доминиканском городе Дахабон на местном рынке предприниматели закупаются всем необходимым и везут домой, где продают. Каждый гаитянин, который приезжает сюда, покупает товары, чтобы отвезти их обратно на Гаити, чтобы у людей было что поесть. Если бы они не приезжали сюда за покупками, на Гаити ничего бы не было. В момент всплеска насилия Доминикана уже закрывала границу. Причем произошло это не из-за бесчинства бан. Осенью прошлого года в Санто-Доминго пошли на такой шаг из-за спора вокруг строительства отводного канала из реки, разделяющей две страны. Строили его местные фермеры для своих хозяйственных целей. Доминиканские власти тогда заявили, что канал нанесет ущерб жителям их страны. При этом в Санто-Доминго отмечали, что не прекращают диалог с Порто-Пренсом, который попросту не контролирует происходящее на своей территории. Я не знаю, что происходит и почему они это делают. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к каналу, который мы строим, чтобы добыть немного воды и прокормить себя. Вскоре Доминикана границу открыла, хотя и частично, только для пересечения в коммерческих целях. Сейчас торговцы из Гаити могут находиться в стране два дня в неделю. На фоне этих ограничений уже второй год идет строительство пограничной стены, длиной почти в 200 километров. Мы хотели бы обратить внимание властей доминиканского государства и правительства на то, что сейчас, когда Гаити переживает гуманитарный кризис, всеобщее насилие, голод, мы просим, чтобы правительство Доминиканской республики отложило депортации или сократило число депортированных. Многие гаитяне, однако, не спешат в Доминикану из принципа «Помни непростые отношения с соседней страной». Эти люди призывают объединиться и оказывать давление на политиков, которые бездействуют. В Гаити до сих пор не сформирован переходный совет, хотя в США рассчитывали, что это произойдет в течение нескольких дней. В конце прошлой недели партии и коалиционные силы даже представили коррекому экономическому объединению региона список тех, кто мог бы туда войти. Но с тех пор дело так и не двинулось с мертвой точки. Александр Павлов и Юрий Петров, RTVI. Американская компания NVIDIA представила процессор нового поколения Blackwell, заточенный под работу с технологией искусственного интеллекта. Презентация прошла на конференции разработчиков в Калифорнии. Процессор обладает повышенной производительностью. Например, разработка техгиганта 2022 года, чип H100, насчитывает 80 миллиардов транзисторов, а Blackwell сразу 208 миллиардов. На презентации директор компании Дженсен Хуан подчеркнул, что генеративный ИИ является, цитата, определяющей технологией нашего времени, а процессор Blackwell он назвал двигателем новой промышленной революции. В NVIDIA заявили, что новый чип будет использоваться такими компаниями, как Amazon, Google, Microsoft, Meta, Tesla и OpenAI в облачных вычислениях, а также в сфере разработок искусственного интеллекта. Именно бум спроса на ИИ позволил NVIDIA подняться до исторических высот. Только с начала года стоимость одной акции выросла с 470 до 880 долларов. Вы смотрели Большой Ньюсток. Не забывайте подписываться на YouTube канал RTVI Новости, а также на Telegram канал RTVI. Этот выпуск провел Дмитрий Лобанов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова